Уникальный остров в Индийском океане, расположенный вблизи полуострова Индостан, призывает туристов со всего мира насладиться беззаботным пляжным отдыхом и проникнуться культурой буддийского мира. Концентрация на территории Шри-Ланки исторических и природных достопримечательностей делает курорт излюбленным местом для посещений, оставляющим среди гостей острова неизгладимые впечатления. Что же делает Шри-Ланку таким популярным туристическим маршрутом? Все становится ясно, при первом знакомстве с такими особенными чертами острова, как экзотическая природа, мягкие климатические условия без резких скачков температуры, теплый и чистый Индийский океан, места для дайвинга с экскурсиями по гротам, скалам, пещерам, а также затонувшим кораблям, разнообразная сеть отелей, ухоженная береговая линия, развитая инфраструктура досуга и широкая сеть достопримечательностей, буддийская культура и мудрость Аюрведы. При всех своих положительных аспектах, важно понимать, что отдых в этой стране не относится к числу экономных. Большая часть расходов уходит на перелеты посещения достопримечательностей. Сэкономить можно на проживании и питании, и выборе горящих предложений на тур по Шри-Ланке. На стоимость проживания влияет сезон посещения. Шри-Ланка на карте даже при разумном выборе отеля и желании что-то увидеть, продуманное передвижение по острову станет обязательным условием для экономии времени, так как особенностью Шри-Ланки является разброс достопримечательностей по всей территории острова. Большинство туристов выбирают самостоятельный вариант планирования отдыха. Но при таком планировании стоит понимать, что на изучение всех красот Шри-Ланки можно потратить не только день, но и весь отпуск. Поэтому так важно продумывание программы отдыха, своим ходом. Для передвижения по острову чаще всего используют скутер, он легкий, удобный в управлении и не требует особых навыков. Если же отпуск семейный, то для путешествия с ребенком можно использовать общественный транспорт или услуги трансфера. Часто на сайтах различных туристических агентств расписаны целые маршруты, как добраться, какая стоимость и тому подобное. Шри-Ланка. Экскурсии выбирая пляжный отдых на Шри-Ланке, большинство туристов рассчитывают и на экскурсионную программу. Чтобы сделать путешествие максимально увлекательным и комфортным, следует заранее, еще при выборе тура, позаботиться о том, чтобы был собственный гид. Эта возможность позволяет правильно и с умом организовать туристический маршрут. Сопровождение гида в течение всей экскурсионной программы позволяет узнать больше необходимой информации об исторических и природных памятниках, культуре и образе жизни местных жителей. Также гид обязательно предоставит необходимые рекомендации и полезные советы, позаботиться о своих подопечных во время экскурсии. Русскоязычных туристов порадует большое количество гидов, знающих язык и русский менталитет. Главное, что стоит учитывать при выборе гида – наличие сертификата и лицензии национального гида. Остров Цейлона Шри-Ланка достопримечательности свои бережно хранит и считает национальным достоянием. Здесь есть знаковые места на любой вкус, порадует остров Цейлона и любителей природных красот и исторических памятников. Сколько достопримечательностей объединено на территории острова в единую карту сразу и не сосетаешь. Зато на вопрос о том, что посмотреть на Шри-Ланке, всегда найдется верный ответ. Один из важных знаковых центров культурных объектов по праву считается город Коломбо. Будучи одним из примеров современной азиатской столицы, он считается обязательным маршрутом для посещения. Сразу по приезде в этот город внимание сосредотачивается на буддийских сооружениях культурного характера. Любимое место всех прихожан и туристов – храм Раджа Маха Вихара. Очень популярны храмы Канистан и Ганишан. Среди других религиозных святынь достаточно ярко выделяется мусульманская мечеть Джами-Уль-Аль-Фар. Не оставляют приезжие без внимания и коричные сады, расположенные на юге города, где раньше были разбиты плантации по выращиванию корицы. Сейчас этот парк состоит из экзотических растений, клумб и кустарников. Здесь находится статуя Будди, бассейн с фонтанами, и все это совершенно бесплатно. Огромное значение для любителей исторических мест занимает Сигирия, расположенная в Ануратхапури, являющаяся первой столицей Шри-Ланки. Сигирия представляет собой крепость с остатками королевского дворца, датируемыми V веком, созерцать которой возможно с высоты птичьего полета, если взобраться на вершину львиной скалы. Чтобы добраться до самой вершины, необходимо будет преодолеть 1200 ступенек. Кроме дворца в этом городе можно увидеть водяные сады, из рукотворно созданных в далеком прошлом озер. Важно, в центре Шри-Ланки расположился город Канди, известный своим Сенегальским дворцом, признанным национальным музеем. Буддийской святыней в этом городе считается храм Далада Малигава, где хранится священный зуб Будди. Интересен храм тем, что в августе в самое полнолуние этот святой для буддистов предмет покидает его стены для участия в восточном шествии, которое стоит увидеть. Ведь это красочное мероприятие длится 10 ночей, и участие в его ходе принимают разукрашенные слоны, факелоносцы и музыканты. Также недалеко от Канди расположился Королевский ботанический сад, невероятной красоты. Посещение ботанического сада платное, но это стоит того. Одна из самых посещаемых достопримечательностей Шри-Ланки также расположена в городе Канди. Название ее Пик Адама. Это священная гора, где расположен тайный след Будди. Длина этого следа составляет один метр и для того, чтобы поклониться ему и загадать свое заветное желание, верующие каждый год устремляются сюда. В провинции Ува находится еще одна святыня Малый Пик Адама, названная так из-за внешнего сходства с вершиной Шрипада. Малый он, потому что отличается своими размерами от Священной горы. С него открываются отличные виды на рисовые поля, водопады в обрамлении городских. Самый же высокий пик в Шри-Ланке прозван, как гора Педру или же Педру Талагала. Но на эту вершину путь закрыт, она охраняется военными. Увидеть ее можно с вершины соседней горы. Центром раннего средневековья считается город Полонарува. Туристам здесь открываются виды на здания Совета Министров, Южного Монастыря, руины Королевского Дворца, Рамова Тадаги. Знаменитая достопримечательность здесь – каменный храм с четырьмя статуями Будди. Они высечены в гранитной скале в различных позах. Всем, кто интересуется археологическими памятниками, стоит посетить религиозный комплекс Дамбулу с пещерными храмами, рядом с которыми расположился священный заповедник Синхараджа. Среди природных заповедников особое значение имеет приют для слонов Пенавела. В этом слоновьем питомнике воссоздана естественная среда обитания слонов. В приюте туристы могут познакомиться с процессами кормления и купания слонов, сфотографироваться с ними. Слоновий питомник хоть и является раскрученным туристическим местом, но не стоит забывать, что он дает еще возможности в своих условиях производить потомство, свободно передвигаться стаду слонов в пределах изолированной местности. Важно, обязательно надо привести ребенка на аттракцион, изюминкой которого является слон, пересчитывающий хоботом ступени. Особое значение имеет национальный парк Яла, который разделен на две части. Для широкого круга посетителей открыта только западная часть. Посетить же восток парка станет возможно, лишь получив соответствующее разрешение. Первозданная природа с разнообразной фауной не оставит никого равнодушным. Еще один, требующий внимания парк, находится в центре Цейлона и называется Хортон Плейнес. Уже только его описание будоражит туристов, а наличие в нем скалы, конец света, обяжет посетить этот парк. Окрестности Нувара Элия знамениты своими чайными плантациями. Здесь гости острова получат всю информацию о процессе сбора и производства чая, смогут поучаствовать в дегустации лучших сортов цейлонского напитка. Также на этой территории расположены живописные водопады. Наибольшие впечатления от их просмотра можно получить во время муссонов и сезона дождей. Среди знаковых достопримечательностей выделяется также Адамов мост. Название не относится к понятию обычных мостов, в конкретном их значении. Само слово «мост» используется для объединения верениц небольших островов и отмелей, а внешне он напоминает собой действительно соединение Шри-Ланки с Индией. Отдых в Шри-Ланке характеризуется тем, что практически в любое время года здесь достаточно тепло и солнечно для того, чтобы ехать сюда наслаждаться песочными пляжами и океаном. Обратите внимание, при особенностях погодных условий, есть территориальные особенности. На юго-западе климат экваториальный, на северо-востоке – субэкваториальный. А поскольку на острове существуют сезоны дождей и сухой погоды, то и период для отдыха следует выбирать более тщательно. Так, с декабря по март идеальное время для посещения юго-западных территорий, с мая по сентябрь желательно отправиться на северо-восток. Во многих турагентствах отмечается высокий пляжный сезон с начала ноября. Это отличный купальный сезон и ноябрь – благоприятный период для занятия водными видами спорта. Разнообразная экзотическая природа острова заставляет туристов более внимательно подходить к своему отдыху и быть предельно осторожными. На территории Шри-Ланки существует большое количество различных насекомых и москитов, поэтому стоит обязательно запастись репеллентом. Важно, концентрация буддийских сооружений обязывает туристов уважительно относиться к святым местам. Желательно при посещении святынь носить соответствующую закрытую одежду, не поворачиваться спиной к статуям Будди и не притрагиваться к монахам, особенно женщинам не стоит им ничего передавать. Также следует учитывать, что при входе в буддийскую святыню надо снять обувь и зайти с непокрытой головой. Приветствуется соблюдение правила, по которому запрещено сидеть нога на ногу, это несет неуважение к окружающим. Стоит быть внимательным и при употреблении жестикуляции. Так, выдвинутый указательный палец считается здесь сродни нашего среднего пальца. Еще одна значимая местная особенность – запрет распития алкогольных напитков в общественные места в дни полнолуния. Запрещена их продажа в эти дни в магазинах и ресторанах. При осмотре города Ануратхапуры следует учитывать тот факт, что перемещение в новой части города возможно, используя местный транспорт, в частности, автобусы и моторикши. В то время как, старая часть города закрыта для движения транспорта, но расстояния не столь длинные, поэтому пешая прогулка не будет утомительной, скорее наоборот, станет максимально познавательной и насыщенной новыми яркими впечатлениями от увиденных красот. Также просмотр в Канде знаменитой пагоды и пика Адама следует запланировать на ранние утренние часы, когда нет массового туристического столпотворения. Эти достопримечательности бесплатные и открыты для всех круглосуточно. Содержательный отдых на территории Шри-Ланки не похож ни на один из других туристических направлений. Побывав хоть раз на этом острове, турист обязательно привезет с собой море многогранных впечатлений от увиденных природных красот и массу позитивных впечатлений от культуры и самобытности местных жителей. Шри-Ланка станет настоящим туристическим.